Лови отца и святого духа. Амин. Не торопись. Лука, 9 глава, 7 по 9 стих. Евангелие от Луки. 9 глава, 7 по 9 стих. Услышал Иератич Таласник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а ныне, что один из древних пророков воскрес. И сказал Иерат, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Толкование. Иерат сей был малый, сын великого Иерата, избившего младенцев. Тот был царь, а этот четвертогласник, он недоумевал, кто бы такой был Иисус. Впрочем, Иоанна говорит, я обезглавил, и потому, если он воскрес из мертвых, то я, увидев его, узнаю и искал случая увидеть Иисуса. Евреи полагают воскресение мертвых в жизни плотской, в явствах и питьях. Ошибочно они думают, ибо воскресение не в пище и питьи, или в жизни плотской, но воскресшие живут так, как ангелы Божии. Евангелие от Луки, 9 глава, 10 по 17 стих. Апостолы, возвратившись к ним, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился с обув пустойми из таблиц голода, называемого вис в Саиды. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о царстве Божьем, и приободривших, требовавших исцелений исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать. И достали пищи, потому что мы здесь, в пустом месте. Но он сказал, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех-всех людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядом рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он, взяв пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Но ели и насытились все, и оставшихся у них коробов, у кусков награно 12 коробов. Иисус, имея намерение совершить чудо над хлебами, уходит в пустое место, чтобы кто-нибудь не вздумал сказать, что хлебы принесены были из города, вблизи находящегося. Приняв народ, он учил и исцелял, чтобы ты познал, что целомудрие наше разделяется на слово и дело, и что, как не должно говорить того, что неудобо исполнимо, так не должно делать того, о чем нелепо говорить. Когда день склонялся к вечеру, ученики, начавшие уже отличаться человеколюбием и пастырскими расположениями, жарились о народе и сказали, отпусти их, то есть скорее уврачуй их болезни, исполни их прошения, а Господь говорит ученикам, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Говорит он так, не потому, будто не знал о скудости, но потому, что желал заставить учеников самих высказать, сколько они имеют хлебов, и таким образом через поведение их, через объявление количества хлебов явить все великие чудо, повелевая ученикам расстадить народ рядами, по пятидесяти показывать, что и нам, когда принимаем какого-нибудь странника, должно успокоить его и прилагать всякое попечение о нем. Взирает на небо, чтобы показать, что и мы, намереваясь кушать пищи, должны высылать благодарение Богу. Дает сам ученикам, а они потом уже и народу. Это для того, чтобы не забывали о чуде, но вспоминали бы и о нем при мысли, что они брали хлебы в свои руки, остатков было 12 коробов, чтобы мы знали, какую силу имеет странное приемство, и как умножается наше достояние, когда мы помогаем бедным. Все. Так. Ну что? Нестор. Чему можем научиться из прочитанного? Ну... Так, Василий, чему можем научиться из прочитанного? Ну, надо помогать... Странникам... Странникам... Каким образом? Давай, Нестор. Их надо успокаивать и... прилагать по печенью они... Ну, чтобы они не беспокоились, и было все с ними хорошо. Зачем Господь дал ученикам хлебы? Сам бы напитал бы, да и все. Чтобы они раздали их и... Все ели. Ну, а почему сам Господь не накормил? Чему? Почему именно учеников? Он спросил. Василий, как ты считаешь? Ну, надо высылать благодарение Богу. Правильно. Что это все от Господа. Молимся, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Что это Господь дает по милости своей, по благодати своей. Ну, что, Нестор? Было в твоей жизни вот такое вот, что мы сейчас читали? Не знаю. А в твоей бочели? Как нам можно применить? Да, чтобы Слово Божие заговорило с нами. Ну, прочитали мы, что да, надо странников принимать. Ну, и... И что, где их, этих странников, взять сейчас? Пойти по городу, как вот мы вчера сайт смотрели, какой, как называется? По лечении бомжей. Бомжей. Приюти... Как или как там? Приюти бомжа или... Пристраиваем бомжей. Да, вот. Пристраиваем бомжей. Вот. Люди собак пристраивают, приюты им строят. Деньги такие тратятся. Да, государственные еще. То есть, на собаку. В Москве подсчитали. Это в месяц тратится 25 тысяч рублей. Вот. А бомжи никому делаем нет. Вот они придумали этот сайт пародия. Чтобы вот такая вот... Вот. Они остались без дома. Вот. И вот они вот, странники. Вот. Но беда в том, что они вот... Как вот зоозащитники говорят. Я лучше собаке помогу. Она ни в чем не виновата. А бомж, он сам виноват. Сам такую выбрал жизнь. Ну и действительно, посмотришь, они пьяницы, лентяи. Вот. Матершинники в основном-то все. Грязные. Вот. Ну, Василий посмотрел на них, аж рассмеялся. Он думает, я-то не такой. Да, Василий? Ну, по сравнению, конечно, ты в своей блевотине-то не лежишь в моче, как они на вокзале там показывают. Ну, вот. Взял бы ты такого бы себе. Приютил бы, Нестор. Не знаю. А ты, Василий? Да, ну, а почему? Ну, ты сам сказал. Лентяи, пьяницы. Ну, вот. Сами выбрали такой путь в жизни. Ну, вот. Ты можешь о себе сказать, что ты не лентяй? Ну, я лентяй, но, как бы, я заработал себя. На жилье, да. Пенсионер. Пенсионер. А, пенсию. Ну, а они, может, тоже заработали, да. Бывают всякие жизни, ситуации. Обманули там. Ну, так из этого можно выбрать и как-то. Ну, вдруг у них дети забрали. Ну, а как они выберутся? Ну, как выбрать? Если все будут рассуждать, как ты едал, он сам сделал свой выбор. Так, обиду надо, чтобы обиды не было на этом. Вот я буду на зло делать. Обиделся на кого-то и... Такой образ жизни выбрал. Ну, а ты вот такой образ жизни выбрал-то. Обиделся на кого? Когда из общины ушел, там... Так, а я, я говорю, я одиночка, пожелая. Ну, сколько раз как-то. Как одиночка у тебя, семья была? Как одиночка-то? Господь нас нигде не учил в одиночке быть. Он говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если бы все были бы одиночками, по монастырям разбежались бы, никто бы не научил бы, и Слово Божие бы не распространилось. Вот так вот и поступили. Есть такое выражение псих-одиночка. На кого-то обиделись, в пещеру зарылись. Миллиард мусульман возникло-то и на пустом месте. Если бы пошли бы, бросили свою любовь к своему одиночеству, вот эту непонятную. Господь говорит, я создам церковь, а врата Ада не одолеют ее. Церковь – это собрание святых верующих. Только вместе друг друга наставляют, друг другу помогая, мы можем выкарабкаться из этих сетей дьявольских. Пьянство, лень. Тебе несколько встречались бомжи, никогда не видел, вас там нету, наверное, всех дома есть. А тебе, Василий? У меня сродный брат бомжует. Двою родный? Сродный. Ну, не родной, да? Сродный, ну как? Тетки, сын. И его мать, и мой отец родные. Ну, это называется двоюродный или сродный? Ну, сродный называется. Вот. Ну, а что ты его себе не возьмешь-то? Да я куда возьму, он пьет. Ну, может взял бы, да, бросил бы. Тебя же вот приютили. Ну, мой брат пьет и его не берет. Ну, два сапога пара, но он однако не берет его. А я куда возьму, я сам об себе, как говорится. Хоть бы. Я даже не знаю, где его искать. Ну, Нестор, что тебе еще здесь прочитанного запомнилось? Господь сделал чудо какое, накормил. Он пять хлебов и две рыбы благословил и раздал пяти тысяч людей. И все насытились, и кусков набралось двенадцать коробов. А для чего он это чудо сделал? Ну, чтобы люди поняли, что он... Непростой человек. А он это сделал в пустом месте, чтобы люди не подумали, что он взял и принес это из города. Чтобы чудо было достоверное. То есть, это чудо он сделал для того, чтобы люди уверовали в него, как в Бога. И что же люди, Василий? Дальше ты тоже читал Евангелие, потом. Что они решили сделать-то? Помнишь? Ну, насытились они. Ну, набрали двенадцать коробов. После их кушения. Ну, для чего еще Господь оставил двенадцать коробов? Нестор. Ну, чтобы показать, что... Ну... Это не просто... Так... Купили так хлеба. А его благословили и раздали. И что осталось еще. Это он тем показывает, что... Купить они бы столько не смогли. Или смогли? Толкование от Нестора. Толкование блаженного Нестора. Нет. Да. Нет, это... Ну, как не смогли? Чего они... Могли бы они бы столько купить, что и осталось бы и не двенадцать коробов, а больше чего. Понятно, что они не смогли, но они бы не смогли бы и любое количество взять, не смогли. А зачем осталось? Ну, тогда осталось бы и не осталось бы. Какая разница? Василий, как считаешь? Ну, как бы Бог заботится и о других людях, чтобы и другие вкусили. Разумно, как считаешь, Нестор. То есть, не только о своей утробе думать-то, что вот накормил, я налопался, а тут еще осталось, и что они эти оставшиеся двенадцать коробов могли бы с другими поделиться. Вот, Господь учит то же, что у нас не быть эгоистами. Он и учеников своих также учил. Благословил, говорит, вы раздайте, вы раздайте. Поэтому я-то вот вам стараюсь донести, вы-то сами от себя готовы оторвать или только свое брюхо лопать. Готов. Пойдем, пойдем сегодня же бомжей искать, да? Отмоем их, очистим. Тяжело это так, конечно. Взять такого грязного, пьяного. Веры в это не хватает, что Господь сможет преобразить его. Но, однако, Господь в силе все сделать. И с самой пропасти греха достать. Лишь бы у человека было покаяние в грехах. А чтобы у него было покаяние, ему надо проповедовать. Ну, занятия звать. Слово Божие. Поблагодарим Бога. Василий, давай. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Христе Боже наш. Аминь. Аминь.